Давным-давно Светлые сны приснили Светлые сны приснили Светлые сны приснили Привет, друзья! Привет! Ой, скоро каникулы, а мне еще надо хвосты подтянуть Какие хвосты? Какие-какие? Которые в школе Одну оценку нужно исправить, другую заработать А то тройку в четверти получу Эти хвосты мне уже спать мешают Все время про них думаю Да и мама напоминает Да, плохо тебе, а некоторые хвосты не мешают А наоборот помогают Это кому? Петьки из Г-класса? Он бы вообще в школу не ходил, если бы разрешили Нет, при чем тут Петька? Зверушкам разным Бывает хвост-струль Хвост-пугало Хвост-клад Хвост-одеяло Да еще скажи хвост-рука И такое бывает Обезьяна, разве ты не слышал, что обезьяна запросто может висеть на дереве без помощи рук? Она же с дерева на дерево перескакивает И не падает, потому что у нее есть этот замечательный хвостик А хвост-руль? Догадайся Не знаю, не видел я еще животных с хвостом вроде руля Так это же птицы Хвост помогает им менять направление полета Левого руля, правого руля Ладно, согласен Как-то не вспомнил А у кого хвост-парашют? Ну точно мертвец Или все-таки у них Наверняка это должен быть тот из летающих А вот и нет, не угадал Бурундук и белка Вот кто И что же, выходит, они высоко залезают и оттуда прыгают на хвосте прямо как каскадеры Не пойму, зачем им это? Так рисковать Илья, ты совсем забыл, что на елках растут вкусные орешки А спускаться сложнее, чем забираться наверх Уж проще следить на парашюте Надо же, хотел бы я увидеть это своими глазами Бурундук В полете Слушай, а ты еще не сказала, кто пугает хвостом? О, таких много Например, смеи Они гремят хвостом, как погремушкой А кошка, если сердится, дергает хвостом А если грозный тигр увидел добычу Об этом тоже сразу же можно догадаться по его хвосту Ну да, они же кошка родня А у кого хвост склад? У тушканчиков, лемуров и варанов И что они в него складывают? Зернышки? Нет, они в него жирок собирают И зимаем нипочем Ой, что тут еще про хвост говорила? Что так в нашей передаче? Хвост подушка, что ли? Хвост одеяла? А, да, угадала А кто им укрывается? Ну лисичка, конечно Хвост у нее широкий и пушистый А еще так делают Песцы, куницы и соболи Даже на снегу по таким хвостам Уютно и тепло А я знаю только один хвост Растеряшу Точнее растеряша его хозяйка ящерица Она тут же бросает его, если чувствует опасность А потом бегает без хвоста Ничего, на его месте другой вырастает А про это и не знал Ну хорошо, а то я за нее как-то переживал Немножко завидовал Мой ты хвост стройками не бросишь Даже в случае очень большой опасности Ничего, исправишь на пятерке А теперь давай мультфильм посмотрим Давай Мила, ну куда ты пропала? Мы тебя уже давно ждем Что-нибудь случилось? Я куклу свою потеряла Так давай мы тебе поможем ее найти Да, ребята? Конечно Сверхспособности А когда ты в последний раз играла с ней? Вчера Я оставила в нашем шалаше Эй, кто там что потерял? У милой куклы пропала Вот идем искать Лучше идите к пупселю Он все найдет не сходя с места Что? Пупсень? Как это? А вот так У него открылись эти Сверхспособности Сейчас сами во всем убедитесь Глаза закроет И сразу видит где пропажа Привет, пупсень У меня тут... Что-то пропало? Не говори Я сейчас сам все узнаю Это... Это... Кукла Точно Я вижу ее Возле шалаша Есть большой камень Рядом с ним Куст подорожника Под этим кустом И лежит твоя кукла Как же она туда попала? Вот этого я не знаю Мила, полетели посмотрим Да, ребята, подождите нас тут Пупсень, а как ты это делаешь? Да и как-то само получается Глаза закрою и вижу А посмотри, что баба Капа на обед готовит Нет, я пока только пропавшие вещи могу находить Да, пупсень у нас молодец Дяденька Пупсень У меня шапочка пропала Найдите, пожалуйста Вижу твою шапочку Она лежит В сундуке На чердаке Вашего дома Спасибо большое Представляете, она лежала именно под кустом Спасибо тебе большое, пупсень Я тебе варенье принесу Целую банку Ну, раз кукла нашлась Может, в бадминтон поиграем? Может, вы ракетки под какой-то другой куст положили? Да нет, точно сюда, я помню Что-то чересчур много пропашь за один день И вупсень все время туда-сюда носится Он опять побежал А давайте за ним проследим Поехали Попсень Вот так сверхспособности Надо всем рассказать, что они обманщики А как ты докажешь? Никто кроме нас не видел, как они вещи прячут Кажется, я знаю, как сделать, чтобы гусеницы сами сознались. Это что такое? Это паровоз. А ты сказал, что там будет наш журнал? Вот же он. Где вы его нашли? В старом пне. Ты сказал, что там лежат наши ведерки. Где они? Вупсень, где ведра-то? В старом пне. Так нет уже в пне. Да я же их сам туда положил. Ой. Так вы нас обманули? Как вам не стыдно? Верните наши ведерки. И наши ракетки. Спокойно, спокойно. Это была шутка. Мы сейчас все вернем. Дяденька Пупсень, у меня любимая книжка потерялась. Так вы мне поможете? Конечно, поможем. Пойдем вместе поищем. Для того, чтобы кому-нибудь помочь, иметь сверхспособности вовсе не обязательно. Было бы желание. Вот и все. Пора ложиться спать. Тебе пора. А мне еще нужно математику получить. Таблицу сложения и вычитания. Ой, ты мне сейчас весь сон испортишь. Учись получше, чтобы никаких хвостов. Договорились? Ладно. Пока, ребята. Цветных вам снов. Цветные сны совсем не спят. Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать. И звездами укрыться. И сон цветной за хвост поймать. Он спрячется в ресницах. И будет тихо снится. И будет тихо снится.